Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Несуразные объяснения, которые даже сложно комментировать Гудкову в Грузию нельзя, потому что он был депутатом Госдумы А депутату Госдумы Гаврилову можно, потому что ответа нет Точнее, он напрашивается Мой коллега Эдуард Бурмистров А тех, кому в Тбилиси не рады И о том, что собой представляет современная грузинская политика Грузия, она суперкомфортная для иммиграции Для меня главный плюс Грузии еще в том, что сюда достаточно легко попасть без визы Имея прививку «Спутник» или даже просто прилететь с ПЦР-тестом Сейчас, спустя вот эти 6 месяцев, когда уже ко всему привык И за это время уже очень много людей переехало Иногда мне кажется, что я и не переезжала Пути российской оппозиции ведут в Грузию Соседняя страна стала убежищем для тех, кто бежит от преследования на родине За этим столом в тбилисском кафе Ирина Фатьянова Соратница Алексея Навального из Санкт-Петербурга Адвокат Валерия Витошкина и журналистка Елена Скворцова Обе из команды адвоката Ивана Павлова Я переезжать никуда не хотела Я не хотела уезжать до последнего момента Я уезжала из России в попыхах и в слезах И с истерикой Для меня это было прям очень тяжело Собирались в попыхах, покидали Россию в считанные дни Все трое хотели бы вернуться домой Вопрос, когда это будет возможно, остается без ответа А пока приходится выстраивать быт в чужой стране У нас там есть сушилка для белья И, не знаю, там запас стиральных порошков, но обязательно Мы подобрали тут сначала кота, потом собаку О возвращении в Россию, конечно, я думаю, постоянно Мне кажется, это был самый грустный Новый год Потому что мы с друзьями, со многими, кто уехал из России Слушали гимн, смотрели за окно А там вовсе не снег и вовсе не какие-то знакомые для меня, например, петербургские пейзажи Ты видишь площадь свободы, тепло, несчастливые грузины и туристы За прошедший год в Грузии оказались десятки, если не сотни оппозиционеров Активистов, правозащитников, журналистов из России Правда, знаменитое грузинское гостеприимство доступно не всем Политика Дмитрия Гудкова, прилетевшего из Киева в Тбилиси, мне впускают в страну Об этом он сам сообщил в своих соцсетях В общем, прилетел я из Киева в Тбилиси на встречу с активистами У меня есть приглашение На границе мне сказали, что меня депортируют назад в Киев Государство приняло решение меня не пускать в страну Мягкая сила пополам с русским миром Написал Дмитрий Гудков, комментируя запрет на въезд в Грузию Никаких объяснений на границе, рассказывает политик, не было Когда я ему сказал, я говорю, ну вот я вообще-то Дмитрий Гудков, политик, да мы знаем, кто вы, прекрасно Потом меня отвел в сторону другой сотрудник, сказал, мы вообще не понимаем, что происходит Все, вот, а дальше, когда я прилетел, мне дали паспорт и дали бумажку, в которой было указано другие причины На четвертый день все же последовал официальный комментарий от Николоза Самхарадзе, главы парламентского комитета по иностранным делам Ранее он был депутатом Думы, которая признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона Поэтому я не вижу оснований для ажиотажа Здесь же могу сказать, когда речь идет о том, разрешать или нет въезд в страну оппозиционерам-сторонникам Навального Давайте вспомним, как в 2008 году Навальный называл грузин Все, что я говорил, оно снято, все, что я писал, оно хранится И в этом смысле, безусловно, у меня был пост, когда была война в Грузии Когда только начиналось, у меня был знакомый, который сидел где-то в Цхинвале под обстрелом Я написал пост, в котором назвал грузинов грызунами За что извинялся, но могу извиниться еще раз Депутатом Государственной Думы Дмитрий Гудков стал в 2011 году Через три года после признания независимости грузинских регионов со стороны России С 2008-го политик ни Абхазию, ни Южную Осетию не посещал А значит, не нарушал грузинский закон об оккупированных территориях Что же касается Навального, то за его слова, говорит Гудков, он ответственности не несет Совершенно очевидно, что, наверное, кто-то там не захотел злить Путина И поскольку в Грузии в последнее время эмигрировало очень много журналистов, политических активистов И, видимо, их стало там слишком много Наверное, кто-то подумал, что я туда еду проводить какую-то политическую акцию Я не знаю, или там комментировать ситуацию внутри Грузии Хотя у меня не было таких планов, скажу честно Это был абсолютно частный визит Олег Кашин и телеграм-каналы, не очень понятного толка Вспоминают историю 2008-го года, когда справедливая Россия Вы тогда имели отношение к этой партии, еще не были депутатом Госдумы Проводила акцию у представительства НАТО в Москве И вот вы, в частности, тогда призывали Альянс не поддерживать режим Саакашвили И в фотобанке, например, Коммерсанты Есть фотография, которую мы не можем показывать из-за авторских прав Там горящий глобус, на котором была отмечена Грузия Якобы вы, и держите портрет Саакашвили над этим глобусом Вот, как бы, не думаете ли вы, что это как-то связано? Это, во-первых, все, давайте так Это все появилось, да Они стали копаться в моей биографии уже после того Вот, если бы, например, в моей биографии было что-то такое Чтобы оскорбило Грузию или там Грузинский народ То тогда меня бы депортировали по этой же статье Пункт не Е, а пункт И Там написано, как раз, вот для таких случаев Есть пункт Е Звучит так Если нахождение в Грузии неприемлемо, исходя из внешнеполитической конъюнктуры Вот, это первое, да Второе, ну, наверное, какая-то была акция «Справедливая Россия» Да Я помню, что там, значит, идея была, что, типа, может вспыхнуть третья мировая и нужно потушить Ну, что-то такое было, я, честно говоря, плохо помню А вот, копаться в моей биографии, ну, можно, конечно, копаться Я был в «Справедливой России» когда-то, да Была такая глупость, ну, что поделать Еще, ну, можно покопаться в моей школьной биографии Я, когда-то носил пионерский галстук и клялся верности, значит, делу великого Ленина Но это же не значит, что я коммунист Нельзя одному депутату, но можно другому Перенесемся в 2019 год Сергей Гаврилов, российский коммунист Прибывает в Грузию на Межпарламентскую Ассамблею Православия В качестве главы делегации И садится в кресло спикера грузинского парламента Оппозиция негодует В стране начались массовые протесты с силовым подавлением, слезоточивым газом и выбитыми глазами Именно тогда Владимир Путин отменил с Грузией прямое авиасообщение На фоне скандала председатель парламента Ираклий Кабахидзе ушел в отставку Что касается депутата Гаврилова, про него тогда говорили, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии Гаврилов это отрицал и утверждал, что имел отношение исключительно к гуманитарным операциям К сожалению, дебаты были сокращены В связи с ростом угроз и рисков нападения и захвата отеля За стороны окружившими отель воинствующими экстремистами Которые указания сдавались, наши коллеги были свидетелями на английском языке Гаврилов при этом многолетний обладатель депутатского мандата И он как раз работал в Госдуме пятого созыва, которая проголосовала за признание независимости Южной Осетии и Абхазии Если Гаврилову даже место нашли в президиуме парламента А меня не пустили, ну, согласитесь, это просто Это дымовая зависимость, которая отводит внимание от настоящей причины Гудков не единственный российский оппозиционер, которого не пустили в Грузию Летом прошлого года на границе развернули и Любовь Соболь Без объяснения причин Когда я пыталась выяснить конкретную причину, на основании чего мне отказано Да, какие же это, там, иные причины, да, в чем они заключаются Мне никто не мог ответить И, конечно, пограничники просто разводили руками Ну, понятно, что это были рядовые пограничники, которым решение было спущено сверху Уже на прошлой неделе в Грузию не пустили еще одного россиянина Член незарегистрированной либертарианской партии Игорь Ефремов пытался попасть в страну со своей девушкой Журналисткой Елизаветой Лошак Но пограничники их также развернули по прибытии в Тбилиси Основания все те же, цитата, иные причины От Лужкова до Познера мы всех принимали, как говорится, с вином из Хачапури, да, если адаптировать на грузинский лад И даже общественность негодовала по этому поводу Есть такое предположение, что грузинские власти и российские власти обменялись какими-то списками нежелательных гостей Потому что, понимаете, я могу себе как-то представить, что грузинский пограничник узнал Любовь Соболь Могу то же самое представить в отношении Гудкова Вот узнать Ефремова, что он может быть какой-то активный россиянин, который может тут смуту какую-то разобрать Ну, это очень странно Несочувствующий грузинской оппозиции политолог Мамука Аришидзе не видит в происходящем большой проблемы Подавляющее число российских оппозиционеров, говорит он, в Грузию приезжает без проблем Если бы грузинские власти не хотели раздражать Россию, тогда бы никого не принимали А вот, например, сейчас находится у нас, ну, я не хочу называть памятник Ну, некоторые люди, скажем, которые не очень приняты в России Которые, скажем так, власти не любят российские Елена Хаштария, оппозиционный грузинский политик, напротив, считает, что проблема уже становится системной Хаштария вспоминает и историю Дмитрия Гордона, украинского журналиста, которого прошлой осенью тоже не пустили в Грузию Влияние России на Грузию, вот такое гибридное влияние, оно определенно растет Это проявляется во многих случаях И, наверное, такие более символические, самые такие отдельные случаи Это визит Гаврилова и запрет на вход там, я не знаю, или Гордона, или любого антипутинского там журналиста Известно, что Нариман Османов, бывший заключенный колонией в Покрове, рассказавший дождю об условиях содержания Алексея Навального, выехал из Грузии Посчитал пребывание там небезопасным Равно как и Абубакар Илнгулбаев, бывший юрист комитета против пыток, один из героев новостей последних недель Но решение переехать в Европу, опять же, было на самом деле нарекомендовано мне специалистами, которые разбираются в части безопасности Я, конечно, не хотел бы уезжать из Кавказа, потому что мне нравится жить в горах Понимаете, в чем дело? Тут не сколько дело в России, сколько в самой Грузии Грузия считает себя все-таки пока еще демократическим государством, которое стремится в Европу, соблюдает, присоединилась к ряду конвенций И мы все-таки верим, что мы эти конвенции выполняем Оппоненты грузинской власти уверенно заявляют о смене курса Если раньше абсолютными приоритетами Тбилиси были НАТО и ЕС, то теперь все неоднозначно И помимо недопуска некоторых россиян, плохим знаком критики называют позицию Грузии по украинскому кризису В Грузии приняли резолюцию в поддержку Украины Текст составили депутаты отправящей партии «Грузинская мечта» В документе осуждается агрессия против Украины, при этом агрессор не называется Попытка дистанцироваться от Украины, от проблем Украины И показать вот эту целую картину агрессии России, которая осуществляется то в Грузии, то в Украине, то в других странах Наше правительство просто отказывается Помимо этого у нас не было ни одного официального визита нашего премьера или главы государства в Украину Не было ни одного визита во время этого кризиса И вообще в Грузии правительство кризис Украины не обсуждает Правда в мечте критики не понимают В партии заявляют, что текст соответствует интересам как Грузии, так и Украины Грузия и Украина давно претендуют на вступление в Североатлантический альянс Некогда две страны рассматривались в связке и вместе ждали получения плана действий подчленства Казалось бы, требования Кремля о нерасширении НАТО должны быть проблемой для обоих государств Эта резолюция это не первое в этом отношении, в отношении Украины Можно сказать, что в 2012 году по разным причинам у Тбилиси и Киева были не самые лучшие взаимоотношения Во-первых, это связано и с тем, что в Киеве находился грузинский президент Михаил Саакашвили Которого местные власти считают врагом номер один Вы знаете, что он сейчас находится здесь в заключении Во-вторых, случился Евромайдан, который местный мэр Кахакаладзе Тбилиски назвал Какой-то маленькой манифестацией, на которую не стоит обращать внимание И все-таки в Грузии есть оппозиция, независимая пресса Здесь проходят митинги и демонстрации И при этом визы россиянам для въезда не нужны А значит, можно предположить, что популярность среди политэмигрантов она потеряет еще не скоро